На свободные местечки. Да мест много, девочки. Мест много, садитесь. Садитесь. И тоже 33, как и нас. Так что, выбирайте место и садитесь. А вот на первой парте Агата Вилка свободна. Ага. Так. Так, тихо. Вот место свободное. Смотрите, садись. Садись. Местечко. Так, давай, ты сюда. А ты сюда. Молодец. Хорошо. Хорошо. Сейчас там. Андрюша. Андрюшечка. Вот там сидит Александр. Вот он там сидит. Видишь? Один совершенно. Составь ему компанию, чтобы ему не было так скучно. А ты посидишься своим одноклассникам. А вдвоем-то лучше. Готовы? Да. Все, готовы. Давайте мы с вами будем знакомиться. Так, нас с вами в этом классе встречает педагог Даня. Учитель и химии, и географии, и биологии Светлана Ивановна. У нас мастер на все руки. Но сегодня она для вас заготовила много интересного. Вы же поняли, что в школе вас ждут открытия, правильно? Да. Вот сейчас, я надеюсь, с ее помощью вы тоже сделаете открытие по такому предмету, который еще далек от вас в изучении. Вы только с ним познакомитесь в восьмом классе. А вот в первом, вы представляете, уже увидите, что же вы будете изучать в восьмом классе. Итак, поприветствую нашу Светлану Ивановну. Скажем ей... Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Сегодня для всех вас самый интересный, самый знаменательный, самый незабываемый день. Вы сегодня пришли в первый класс. Все с охотой шли? Да. С желанием? Все с желанием шли, да? Молодцы! Я расскажу вам немножечко о такой интересной науке, как химия. В переводе с древнегреческого химевсис, химия, переводится как смешиваю. И я, наверное, не ошибусь, если скажу, что каждый из вас уже юный химик. Вы удивились? Да. Не удивились? Молодцы! Да. Утром чай пьете? Да. Так, что мы сначала делаем? Берем чайник с заварочкой, да? Да. Наливаем заварку в чашку. Потом что мы туда добавляем? Сахар. Сразу в заварку сахар? Кипяточку. Кипяточку, правильно? Горячую воду наливаем. Налили. Так, смешали? Уже смешали заварку и воду. Хорошо. А дальше мы что берем? Кусочек сахара. И добавляем. И добавляем. И ложечкой аккуратно. Перемешиваем. Перемешиваем. Так, смешали? Да. А скажите мне, пожалуйста, вот такой процесс, когда был кусочек сахара в чашке, а потом его раз и не стало. Как называется? Растворение. Молодцы, да вы уже все знаете. Этот процесс называется растворение. А кто из вас знает, в какой воде быстрее сахар растворится? Горячее. Точно в горячей? Да. А может в холодной? Нет. Молодцы, вы это уже знаете. Хорошо. А в марте меня есть. Хорошо. Ничего страшного. Значит, действительно, сахар быстрее растворится в горячей воде. Посмотрите, сколько вы знаете, уже только придя в школу. Но предмет химии, вам Ирина Борисовна сказала, для вас откроется только в восьмом классе. А сегодня мы с вами посмотрим, какие же чудеса можно показать ребятам уже в первом классе. К сожалению, попасть в кабинет химии мы сегодня с вами не сможем. Там идут занятия и занимаются старшие ребята. Поэтому кабинет химии пришел к вам в гости. Я принесла оборудование, химическое оборудование. А именно оборудование. Эта посуда не имеет ничего общего с нашей кухонной посудой. Здесь у меня в огнеупорной чашке насыпан порошок. Всем видно, какого он цвета? Да. Какого? Рыжий. Рыжий или оранжевый. Не видно. Вот, смотрите, видно? Так. Так, оранжевый порошок. Так, поверьте на слово, там насыпан оранжевый порошок. Да. Нет, ну я могу пройти, показать, что там действительно насыпан оранжевый порошок. Так, всем видно? Я не знаю. Вот, вот оранжевый порошок. Так, сейчас по другому классу. Вот, видно? Так, всем видно? Все, сейчас всем покажу. Вот оранжевый порошок. Оранжевый порошок. Все увидели? Так, хорошо. Да. Так, а теперь скажите мне, пожалуйста, телевизор-то все смотрят дома? Да. По телевизору вулканы видели? Да. Не видели? Да. Видели. Так, вулканы. Хорошо, я вам сейчас покажу маленький вулканчик. Я в наш порошок, для того, чтобы он лучше горел, добавлю капельку горючего вещества. Вот сюда вставать. Буквально капельку, чтобы лучше горел. Теперь. Спички. А дальше что мы говорим? Детям? Не игрушки. Не игрушки. Молодцы. Спички детям не игрушки. Да, это точно. Спички детям не игрушки. Так, смотри. Так, я вам говорила, что посуда у меня огнеупорная. Дома такие эксперименты мы с вами не делаем. И вот у меня в чашке загорелся наш оранжевый порошок. Вот посмотрите. Если я сейчас, вот на фоне моего белого халата, видно, что какие-то хлопья поднимаются в воздух. Видно? Да. Темненькие такие. Так, видно? Так, эти хлопья поднимаются в воздух. Поэтому, когда вулканы извергают лаву, из них выделяется большое количество пепла. И самолетам запрещают летать над действующими вулканами, чтобы вот частички вот такого пепла не попали в турбину и в мотор самолета. Это опасно. Вот сейчас наш с вами вулканчик домашний, да, местный такой, прогорит. И мы увидим, что из оранжевого порошка получился... Черный. Ну, если быть до конца таким честным, то темно-темно-зеленый. Сейчас получится у нас порошок. Светлана Ивановна, обратите внимание, держит чашку. Кто запомнил, какие свойства есть у этой чашки, которые позволяют человеку держать даже при том, что там идет процесс горения, да? Эта чашка огнеупорная. Так, посмотрите, какой порошок стал у нас, и его стало сразу намного больше. Поэтому, еще раз говорю, вот пепла получается больше, чем было порошка. Так, ну вот, посмотрите. Он действительно такой темно-зеленый. А у вас дома чашки огнеупорные? Да. Разве? Чай вы пьете горячий. Чашка какая? Так, сели на местах сели. Горячий, да, горячий. Всем покажу. Даже у нас не дотронутся. А у Светланы вам горелых чашек. Я надержу. Так. Это чашка. Так, хорошо, сейчас покажу. По другому ряду пройду. Так, девочки, мальчики, смотрим. Посмотрите, какой стал порошок. Темно-зеленый. Мама, такой чай макует. Так, все увидели? Да. Так, молодцы. Наш вулканчик свою работу закончил, и мы его можем отставить. Еще в химии бывают иногда такие небольшие проблемы. Отклеилась этикеточка от наших пузырьков. И в моих пробирочках непонятно какая жидкость. Посмотрите, какого цвета жидкость в пробирках? Прозрачная. Прозрачная или бесцветная, правильно? Скажите, пожалуйста, а как определить, что же в каждой пробирке налито? Вода. Прямо сразу вода, и можно попробовать? Покажите. Пробовать будем? Нет. Ни в коем случае нельзя ничего пробовать, если мы не знаем, что налито. Всем понятно? Да. Это самое первое правило. Больше-меньше. Так, хорошо. В химии существуют такие вещества, которые называются индикаторы. Они не вступают в реакцию с тем веществом, которое находится в наших пробирках. Но они его окрашивают. Посмотрите, я беру прозрачный индикатор. Девочки, сядьте. Прозрачный индикатор. Беру первую пробирочку. Прозрачная и прозрачная. А теперь наукота. Смешивать, правильно? Да. Я смешиваю. Какой цвет получится? А вот какой получится, сейчас увидим. Мама, красный цвет. Какой цвет получился? Розовый. Розовый получился цвет. Так, значит, посмотрите. Окрасилась первая пробирка. Я во вторую пробирку опять наливаю прозрачной жидкости. Прозрачная и прозрачная. Окрасилась? Нет. Нет. Эта пробирка для нас остается загадочной. Третья пробирка. Посмотрите, я опять наливаю прозрачная к прозрачному. Окрасилась? Нет. Нет. Хорошо. Значит, я могу сказать, так как вы еще не знаете, а я знаю, какой реактив окрасил наше вещество. Значит, в нашей пробирке находится щелочь. Нам осталось узнать, что осталось в оставшихся двух пробирках. Так, я беру другой индикатор. Посмотрите, какого он цвета. Челый, челый. Ну, он... Челый, челый, фиолетовый. Сейчас я просто налью, покажу. Здесь он концентрированный. Синий, синий. Посмотрите, какого цвета. Он синий. Видно? Видно, какого цвета? Да? Фиолетовый. Фиолетовый. Наливаю вот в эту пробирку. Добавляю. Так, сейчас, минуточку. Слишком много. Посмотрите, прозрачное? Добавляю. Скажите, пожалуйста, цвет поменялся? Да. Или остался таким же? Таким же остался. Так. Ну, он просто не такой концентрированный. А теперь в третью пробирку я добавляю. Посмотрите. Какой цвет получился? Красный. Красный получился. Он такой светленький, потому что здесь концентрация слабая. А видите, как смешивание идет постепенно, да, по пробирочке? Посмотрите, видите, верх пока окрасился, и здесь точно так же. Это вот доказывает, что вода состоит из молекул. Здесь розовый. И вот такой потихонечку перемешивается. А здесь красный. Как я сказала, розовый цвет нам дала щелочь, а вот такой светло-красный дала нам кислота. А то, что ничего не окрасилось, и индикатор свой цвет не поменял, здесь обычная водопроводная вода. Разгадали? Да. Разгадали. Но для того, чтобы знать, какой цвет получится, химию-то придется вам учить. Хорошо. На праздники ходите с родителями? Да. Салюты видели? Да. Молодцы. А сейчас я покажу вам маленький салют. Из чего же он делается? Миниатюрный. Миниатюрный, да. В каждом заряде залпа салюта находятся частички такого металла, как магний. Магний – удивительный металл. Вот стружка магния. Посмотрите, она такая блестящая-блестящая? Да. Но очень легкая. Очень легкая и очень быстро сгорает. Я сейчас покажу вам, как это сделать. Наша спиртовка горит потихонечку. Я беру специальными щипчиками стружку магния. Руками нельзя брать? Нет, руками взять можно. Но потом руками-то придется в огонь вносить. А мне ручки жалко. Так, посмотрите. Вот маленькая стружка. И сейчас мы ее с вами поднесем к огню. Посмотрите, какое будет пламя. Обратите внимание. Сгорает очень быстро. Так, сейчас еще раз покажу для тех, кто не увидел. Так, еще раз говорю. Горит очень быстро и таким белым ярким пламенем. Посмотрите. Какое время ослеп? Вспышка. Так. Как раз вы видите вот эти вспышки. Вспышки. А теперь я вам покажу тот же магний, но в порошке. Существует еще другой вид. Не только стружка, но и порошок. Он серого цвета. Серого цвета. А теперь смотрим внимательно. Так. Правой рукой. Смотрите. Так, видели маленький салют? Да, искры. Так. Ребятки, а бенгальский огонь держали в руках? Да. Помните, там серый стержень. Помните? Да. Вот как раз он покрыт вот этим магнием, да? Он покрыт магнием, да. Горит быстро. И прогорает тоже очень быстро. Горит ярко. Так, вот сегодня мы с вами увидели, какие чудеса творит наука химия. Чудес на самом деле намного больше. В восьмом классе вы познакомитесь с ними более подробно. А пока я желаю вам хорошо-хорошо учиться. Светлана Ивановна, давайте, может быть, мы пятерки сегодня поставим. Кто запомнил, как с греческого переводится наука химия? Смешка. Пятерки. Да, молодцы, молодцы. Кто запомнил, какие вещества были в пробирках, которые смешивала Светлана Ивановна? Челочь, пятерка, кислота, пятерка и вода, пятерка. Так. Что она брала? Какую жидкость, чтобы вот увидеть, какие же там вещества? Челочь, я кислоту. Как назывались наши вещества, вот эти? Нет. Никто не помнит? Слово сложное. Называется это индикаторы. Каша, запомнил, пятерка молодец. Молодцы, индикаторы. Так, вы сегодня молодцы. Какой металл горел? Магник. В каких двух видах вам показывал Светлана Ивановна? В порошке и в стружке. В пятерке? В пятерке. Молодцы. Вы молодцы. Вы сегодня молодцы. И Светлане Ивановне мы скажем, что? Спасибо. Понравилось вам знакомство с наукой химии? Ну а теперь, ребятки, мы с вами пойдем знакомиться еще с одной наукой, физикой, которая нас окружает везде. И для этого мы вернемся в наш класс. Сейчас в коридоре идут уроки, поэтому мы как мышки пойдем. Все, спасибо, до свидания.